Господь, после того, как сорок дней пребывал здесь на земле и вознесся на небо, повел своих учеников собрата на Ильонскую гору, сейчас там часовенька стоит, территория этой часовеньки, и она принадлежит мусульманам, вот так вот получилось, и хозяева этой территории за деньги пускают паломников на это место. Мы знаем такую известную панорамму города Иерусалима, мы видели большую фотографию, вот как раз эта фотография и сделана с этого места, в Савианской горы, откуда Господь и возносился на небо. Ну расставание было, конечно, радостно, грустно расставание было, грустно, потому что столько быть вместе, столько вместе испытать, и испытав огромную любовь Спасителя к своим ученикам, конечно, ученикам было грустно расставаться, но Господь сказал, что если я не взойду на небо, то Дух Святый, который от Отца исходит, не придет на вас. Вот поэтому, чтобы именно Дух Божественной всегда пребывал здесь, Господь Сам вознесся на небо. И вознесение было особенным, ученики стояли и смотрели на это, как он возносится, как я уже говорил, грустью наполнялись их сердца, но оставалась надежда, когда Господь сказал, что будьте в Иерусалиме пребывайте, я пошлю вам Духа Святого, который от Отца исходит. Вот такое событие мы все с вами празднуем. Но оно еще ярко, чем это событие, Господь в этот момент открывает своим ученикам очень многое, открывает промысл Божий о пришествии Спасителя, открывает, уразуметь, Евангелие, как вот написано сегодняшнем, именно на Евангельском отрывке, они с этого момента, когда все им было для них уже ясно, воскресение Христово, вознесение на небо, то они стали разуметь Евангелие. Как это значит, разуметь Евангелие? Вот разуметь Евангелие, это надо делом его разумевать, потому что, ну, Слово Божие, Библия, оно же как, оно открывается, когда человек, вообще духовная жизнь, она открывается, когда мы начинаем ее совершать делом, когда именно у нас происходит борьба, борьба с нашим падшим естеством, с нашими падшими такими привычками, это борьба суровая, эта борьба может быть очень долгой, но человек, когда начинает вести такую борьбу, то для него явственно начинает открываться Слово Божие. Если он начинает это с малого дела, перестает какие-то совершать дела, плохие дела, ругаться перестает, открывается потом следующее, именно строка его такой духовной борьбы, с той страстью справился, открывается следующее, и так до конца нашей с вами такой земной жизни. Это будет происходить, вот вестись такая борьба за свою, как говорится, жизнь, именно за такую, чтобы жизнь наша была Богу подобной, а Богу подобной, значит, стремиться к Нему вот именно таким, как Он сам является Господь. Будьте как Я, Он так нам говорит, и мы вот сами должны быть как и с вами. Вот когда для нас это все с вами происходит такое открытие, именно большое открытие духовной жизни, открывается тайна духовной жизни, потому что когда не ведет человек духовную жизнь, то такую брань не ведет, так и говорят, что Бог его оставил и не посещает, потому что этому человеку даже и не нужно, он об этом даже и не беспокоится. Вот это для нас с вами страшно, чтобы нас с вами, когда нас оставит Господь, когда Он нас не будет с вами посещать. Поэтому вот мы должны ежедневно с вами именно так и продолжать такую вот духовную брань. Вот так мы будем с вами уразумевать Евангелие. Оно для нас будет открываться. И когда человек именно просто относится к этому, как говорится в простоте и ангелов коста, то он с таким откровением молится Господу и Господь на его молитву открывает. Есть такой рассказ, как один человек в Греции, ему сказали, есть такой праздник Вознесения. А что он из себя представляет, он не знает, не знал. И просто молился, выходил на берег в море и молился, святое Вознесение, помоги мне. Вот так, святое Вознесение, помоги мне. И ему приходила помощь. Вот. Не за его какие-то вот знания, да, а за его такую простоту, простоту его веры. В веру в то, что Вознесение ему может помочь. Он думал, что это такое святое Вознесение. Поэтому вот и молился, святое Вознесение, помоги мне. Вот. И вот помощь ему приходила. Вот так же мы должны с вами молиться, да, вот. В простоте своей душе. Я думаю, что так будем совершать свой духовно-жизненный путь. У нас будет много открываться и много у нас будет преодолеваться в нашей жизни. Я вам это всем искренне... Продолжение следует...